Все ремешки вот окисывают. Можно сказать, что женщину хоронили всегда. Ну и плюс по волосам можно определить статус этой женщины. Замужем, не замужем. Потому что косы в основном заплетали замужние женщины. То есть молодые девушки ходили с распущенными, а заплетенными женщинам заплетали. По останкам современные технологии позволяют определить, если не все, то многое. Возраст человека, чем он болел, какой статус занимал в обществе и даже семейное положение. Студентка исторического факультета Алиса Герих рассказывает, эти останки принадлежали первым жителям Иркутского острога. К сегодняшнему дню иркутским археологам совместно с московскими антропологами удалось по черепам воссоздать лица иркутян, живших в 18 веке. Это стало возможным с помощью метода графической реконструкции, разработанного когда-то антропологом-криминалистом Михаилом Герасимовым. Научные изыскания оформят в альбом и выпустят в печать. Подарок современным жителям столицы Приангария к юбилею города. До окончания титанической работы остались последние штрихи. Не везде дорисован, допустим, головной гордок до конца. То есть довести какие-то, буквально там, волосы до ума. Вот так сама по себе уже реконструкция лица уже готова. В альбом войдут портреты людей, останки которых обнаружены на трех старинных некрополях Иркутска. Один из них находился на территории Спасского храма. Три года назад, перед тем, как храм закрылся на реставрацию, студенты и преподаватели исторического факультета ИГУ провели необходимые археологические работы. В ходе раскопок было вскрыто и изучено около 400 погребений. По богатому археологическому материалу достоверно удалось восстановить головные уборы, разнообразную одежду, украшения и предметы быта первых иркутян. Когда человек выходил за Урал, если он был крепостной, то сразу стал свободным человеком. Он, в принципе, мог заниматься любой деятельностью. В основном, то, что мы поднимали материалы, то есть на 18 век, даже на первую половину 18 века, здесь очень много было купцов, то есть очень большой процент жителей, горожан, которые занимались вот этой деятельностью. Также на месте раскопок археологами было найдено множество нательных крестов из серебра, золота и с эмалевыми фрагментами. Украшения аккуратно срисовали с оригиналов и дополнили ими портреты. После завершения исследований останки предков торжественно захоронят на территории Спасской церкви. Лизавета Шквалеева, Николай Крупченко. Новости сейчас.